рада приветствовать всех любителей шахмат яга с вместе карина амбарцумова сегодня буду играть в титульном вторнике на ческоме и поставим для вас этот турнир турнир будет интересный как всегда много титулованных шахматистов в нем играет сегодня таких турниров будет два так что возможный в двух сыграю посмотрим по ситуации так сейчас все проверю все ли у нас запустилась все ли как нужно вроде бы вроде бы так напишите пожалуйста в чате как меня слышно видно все ли нормально и и уже скоро начнем осталось буквально пять минут сегодня значит первое первый титульный вторник будет в 7 часов по московскому времени 2 21 ой 23 извиняюсь 23 по московскому первый турнир я так поняла 9 тулов контроль 3 плюс 1 а второй турнир по моему 3 плюс 2 но точно точно не знаю еще посмотрю пока пока вот с этим турниром посмотрим что тут будет у нас спасибо спасибо грандот и так вижу как участвовать вопрос как участвовать стоит от юзды надо быть столовым игроком и зайти в раздел турниры на ческоме и записаться ок спасибо слышно отлично я рада хорошо все вроде бы везде трансляции идет и на твиче кому интерес лучше на твиче смотреть можете там открыть трансляцию сегодня кто у нас турнир играть посмотрим даниил дубов да тут зарегистрировался эрик хансен такая-то кто у нас не знаю сейчас посмотрим это о по ученые 64 а никита витюгов ничего себе никита витюгов алексей сарана йордан ван форест георг георг мэйер ну видим что сильный состав они ж гири о кстати они ж гири он александр бортник максим ваш елограф все топчики да все топчики здесь те играют да но это круто круто в таком турнире сыграть в прошлом турнире удалось сыграть максу ду даже выиграть удалось так что не знаю в этом турнире удастся ли пересечься с кем-то сильным очень сильным гроссмейстерам хотелось бы а до этого еще да из гаты камским как-то играл в общем это про этот турнир можно сказать праздник праздник потому что я встречаешься с очень сильными шахматистами спасибо спасибо артем и отлично все работает осталось буквально чуть-чуть уже до начала ну позавчера у нас был праздничный стрим 2000 подписчиков отмечали турнир был на лечесе прошел он мне кажется очень даже неплохо интересно потом еще будет агена сыграла вот но здесь здесь по три минуты 3 плюс 1 контроль времени в этом турнире ну насколько я поняла вот и да и очень очень сильный состав хикару вот зашел в турнир я думаю вы видите да хикару первый номер так что будет интересно мы сейчас учитывая ситуацию мире да очень много времени появилось у шахматистов и видно что все хотят играть в онлайне 15 числа абу-даби чес-клаб организует очень сильный турнир также он будет на ческоме проведем я планирую в нем участвовать тоже титульный я титульных игроков ну с большими призами то есть там сначала швейцарка будет потом по нокаут системе там будет очень крутой турнир будет играть фабиана каванга и щук мвл хикару все будут в общем 15 числа на ческоме да нишгири тоже здесь в общем составчик составчик топовый понятно топовый карантин влияет на это на эту ситуацию тем все сейчас в интернете начинают играть активно появилась вот новость что чемпионат европы будет в интернете посмотрим как он вообще будет проводиться с контролем 10 плюс 2 по моему вот ну посмотрим как там он был проведен конечно такие онлайн-турниры они раз это раздолье для читеров но будем надеяться что какие то есть системы отслеживания все-таки хоть какого-то иначе конечно все это превратится в такое мероприятие не с не самое успешное да особенно турниры такие именитый так скажем и с большими призами так максу думал мой красавчик здесь уду мой красавчик здесь часто чувствую в первом туре опять на него попаду рейтинг у нас тот же что у него такой был в прошлый раз что у меня такой же как в прошлый так что красавчиком красавчиком мы сыграем я думаю только он уже запомнил карину чес и это напряжется наверное как следует да ну я уже партию нашу забрала так что я тоже напрягусь как могу хотя когда играешь такими супер топ с шахматистами может быть как раз таки не надо чересчур напрягаться надо более раскованно действовать а может конечно и так понятно и так что очень-очень сложно бороться ну надо тебе верить играть тогда даниель народицкий да ничего себе я тут включила с утра и смотрю на твиче стримит и оказывается он 24 часа подряд стриме у еще в этот турнир записался на как это возможно я не понимаю вот я не понимаю как это возможно вообще делать минута 21 до начала так что скоро начнем буквально чуть-чуть так передаю привет ольге гири специальный привет прочла ее сообщение только что большой привет оле так она тоже надеюсь турнир записалась так что будем бороться да так минуту до начала 52 секунды 51 и он начнем днем подвигаем вот некоторые предстартовое волнение существует конечно же как перед любым турниром что в интернете что в живую ну она проходит когда начинается игра что 30 секунд и поехали так таблицу таблицу вам не видно до 5 сейчас подождите делаем чтобы почему-то она периодически пропадает я уж не знаю 10 секунд поехали с кем сражусь первом туре не знаю с кем-нибудь сильным думаю можете к кару с даниэлем на ради скин так человек стримил почти 24 часа не знаю стримит ли он сейчас но сразимся шахматист естественно сильный конечно мы поборемся так что мы тут давайте так он и в 4 и он играет лондон куда давайте по 5 тогда на ты чуть позже посмотрю обязательно давайте лондон будем играть а коняну c3 да и суда хочет интересно так задумал интересно он задумал ну что мне делать то может а шесть пойти или слон е7 давайте а 6 и 5 тогда нам интересно конечно а штучка как бы черными тут сразу не не стоять как говорится не знаю если возьму ферзи активизирует потом одиа да один сразу выйдет конь же 5 тут начнет куда-то нападать так ладно так пошла он с этой интересный ход надо посмотреть конечно я его где-то видео но как не помню конкретно а если пойду на и в 6 берет и на до 6 потом но вроде бы на до 6 не может давать сюда и развивать все равно нужно как-то так у нас добавляется вообще время то я чуть не пойму никак вы по времени там просветите меня только добавляется одна секунда что ли все таки одна секунда всего нельзя задумываться конечно там потом одна секунда мало это уже просто на рефлексах какие-то ходы будут ну понятно что у меня похуже чуть-чуть пешка отсталая у него по центру тут и крепко так хорошо стоит но с другой стороны еще ему нужно это куда-то нападать просто взять и выиграть не получится ему подать на что-то у меня пока стою а ю так может быть взять ладно сюда пошла может уже взять на d5 и ферзь и 6 пойти подяда 1 пока еще не съедает конечно но немножко боязно за мою пешку как же мне тут давайте так потом так что ли встать не знаю нападает конкретно так конкретно по нападает на меня очень неприятным пация неприятное ну ничего держусь конь е7 потом здесь попытаюсь выбить ладью эту надо 8 так и что он хочет быть 4 что ли давайте мне что делать сюда по 4 он хочет что насчет этого хода и d5 сразу давать сначала взяла ничего там не продеваю конь d5 какой-то там будет там давайте мне надо развязываться начал меня вообще зажмёт а на этот ход конь е5 есть так неполадка на суда тогда что мне делать доконтролировать теперь может d5 5 надо так ходить уж пытаться развязаться как-то очень непросто да теперь у меня изолятор вот туда перзяжь и мой родной подняжка на упали у него так суда может быть попробовать поскакать немного не знаю не знаю можно позиции конечно но не ясно но может быть конь е5 все таки c6 прорывается так чушь делать-то и шесть прорывается но брать то надо видимо перзем на разменяет и чего там может быть конь е5 поможем поможем и все в 6 на 6 он е5 слон е5 конь c6 воде и 8 воде d5 да и чё там я без пешки а у меня что-то лучше есть в 4 еще съесть могу давать съел тут ой время время когда пошла да пошла пока как-то так окна у меня лишняя пешка кстати ясно ничью будем пешки разбиты лишние но разбитые конечно не просто не говорит о том что у меня такое преимущество тут но другой стороны что ему делать до подходить надо 4 кони 5 активизируясь немножко возьмет на 5 и на 5 не может там под связку попадет так если воде защитит я могу королем уйти взял все-таки на b4 нападает так ну надо защищаться давайте этой воде ей да да бегаем двигаем пускай не потянем могу пойти так сейчас напрягая его воде 1 захожу так я с лишней воде ей отсюда идет двигаясь двигат predicь пят двигаться двигаться Субтитры делал DimaTorzok Так, надо развязаться как-то 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 Так, надо развязаться Так, надо развязаться как-то сюда как и 4 мне проводить водяя один потом что ли е4 двигать 1 и 4 потом не дает не дает так съела и d5 выставит а если наш 4 не так нельзя наверно я думаю съесть есть конь h4 слон h4 сюда что это мне доступ но он сюда пойдет нету ладно не надо придумают всякую ерунду просто если я съем он до 5 выставит но он и так до 5 выставит наверно так-так-так-так соображать надо быстрее конечно сделать ну лан съела ображать надо быстрее как-то просто это сделать иногда вы 4 хочет может быть f3 подорвать он же 5 куда-то там выйдет нет давайте ладно сюда профилактика какая-то дурная немножко но другой стороны b4 не хочу чтобы они ими конем не скакнул потом буду f3 готовить можешь сразу f3 или не сразу а за сон же 5 тоже какой-то ход не знаю прям просится конечно f3 может не надо может надо как бы решить я вот не пойму ну ладно хожу сложно решение принимать иногда не понимаешь что хорошо что не очень такс меняю и уйду пока а вот а-3 ход сказался похоже да похоже ход а-3 мой сказался так что-то не то елки-палки так может быть съесть там где нет на это это я думаю я съем я на дать сюда хоть сказался как чувство что не надо так ходить но ладно уже чуть ли пошла уже придется тут помучиться придется помучиться за уравнением у какое за уравнение уравнять еще за счастье будет да да ладно пока примитивно буду действовать перехожу в защиту про меч его тут сыграла и в небольшом портале тут нахожусь хуй 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 ху хуй хуй утяждала хуй 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 пребываю балкам пишут сюда что ли земно на самом деле когда я пошла и в 3 земно уход е3 на самом деле потенциально не придала этому ходу большое значение и на бой стали ходить надо развиваться еще столько времени до потратил для того чтобы решиться на этот ход их так всегда бывает я цепять он еще пойдет ну что мне делать еще хочется есть ой как как живота ну сюда что ли хоть чтобы эту под под контроль взять очень тяжело а водя даты еще бы уход почему не пошла водя даты и я не знаю давайте сейчас пойду посмотрю когда я не пошла а сейчас пойду тяжко конечно ой концы 4 выйдет до тяжко-тяжко но с другой стороны что может быть так так тоже концы 4 1 времени думать хожу мучаюсь отхожу да ну все-таки что-то мне попалось в таком пассивном положении не могу такого не случится дебюту нормально было но я подавать е3 слон d4 съезд ладно надо сдаваться на таким голосом без минуты времени играть нет смысла не удалась партия давайте тут глянем быстренько чё тут было вот этот ход конечно очень плохой вообще надо было наверно бить пока как пойти водя до 1 по центру можно пока сходить то есть между никто не заставляет сразу решать вопрос но понятно что он будет сон до 7 воде и 8 так далее он будет развиваться да и вот здесь наверное а 3 во первых как как показала практика не лучше было решение а во вторых вот е3 а я в 3 точнее может быть надо было дяды 1 пойти не знаю или на и 1 может быть и это и сначала поставить потом и 3 ну ладно пусть и копилась кто тут играет давайте посмотрим чинить партии роберт чеснут вот давайте да и паровян откроем опять съехала до доска сейчас одну минуту сделаю так чтобы он был когда открываешь чужую доску почему-то съезжает хоть вот так все время делать ну ладно хотя бы так справа уберу потом тоже что-то видно выиграл паровян смотрю что еще тут пишут тогда всем привет 88 зрителей всех рады видеть вот качать привет ну откачать-то откачаете ничего это эмоции шахматы на самом деле очень эмоциональная игра поэтому руки трясутся нервишки периодически шалят но тема интересная игра да как в любом спорте как в любой игре тут такое нужно ловить вдохновение если его нет то нет эмоций нету и результаты зачастую какого-то хорошего так ну что тут мвл побеждает да таким супер голосом конечно был бы тоже как бы сыграть но добраться до них очень-очень тяжело если бы у баса мы выиграть то можно было и побороться потом с такими супер голосами так ладно то еще у нас видит давайте видит посмотрим где тоже выиграл все сыграли похоже на музыку зубов играет кто еще тут не знаю даже а вот тигр в шляпе это гатакамский ой проиграл гата ну вот жалко интересно он стримит может быть он тоже стримит гата кстати супер стримы на твиче я смотрю его очень интересно рассказывает здрасте евгений рада приветствовать так ну что тут у нас еще партия не начинается кто еще играет ой не знаю даже кто у нас тут тормозит как-то все а ну нет не тормозит все идут еще партии это у нас и оспен а это мартинс по моему из игру кстати да он первое место занял на том турнире где я в бразилии играл в опыне он первым местом занял будет играть на не срубишь не срубишь никак не выиграешь такую позицию должно быть как минимум три вертикали отрезан король чтобы выиграть шах-шах и ничего ой как он он умудрился проиграть как это получилось ничего себе вот это фантастика подождите сейчас ладно не закончить я посмотрю как я чуть не поняла как король из угла так вышел спокойно да вот тебе и на дайте посмотрим как он из угла то вышел на 2 воде тут стоять чтоб короля да не не отрезали все тогда и никто бы его не выгнал отсюда а к алекс поддержал тем временем только сейчас увидел сообщение вперед и только вперед спасибо большое алекс ps 81 спасибо вам огромное почему-то у меня не выскочил до оповещения чуть не поняла немножко ну ладно может я что-то пропустил просто так когда у нас следующий то номер три посмотрим чемп 2005 кто такой а джеффриш а нет какой-то индус да раунак а это молодой индус талантливый ничья но еще играют не знаю что вот в этой позиции то что они играют отклонил ничего один предложил другой отклонил и не делают они друг другу предлагать но каждый раз кто-то отклоняет что это значит вообще ну ладно сейчас согласятся не будут они вечно это так свою партию тут закрою парк хамов максу 2 2 из 2 идет мой красавчик я заняла вот сейчас я увидел оповещение алекс алекса спасибо еще раз ему так и да не у дубов да на втором месте на втором месте да не у дубов ну как на втором много кто у кого два очка поэтому а подождите вам не видно хорошо я вам классно так показывает таблицу но вы ничего не видите да очки а сделаем так чтобы вы видели как вы видите теперь так ну что боремся боремся одна партия что ли идет одна партия ну все закончилось сейчас начнем так он мастер женский из вьетнама да какой-то он гоман не знаю такую девушку ну хорошо давайте поборемся рейтинг приличный значит хорошо играет буду надеяться что это действительно девушка как я белыми опять ну что вы заградаете так он бы 4 шаг не выписала шаг не выписано давай так пойду как мир оставится то и пойти не пойти давайте а то и вперед е4 если что там будет е4 д5 е5 конья 4 сон д3 и разменяла да ну давайте поактивней чуть-чуть попробуем ага а так не 5 хочет явно может быть самой d5 сейчас пойти провоцирует ну давайте d5 песни с ней блокировку пока да ну эту штуку я не она связки подвисает так она и могу там разъемно на балконе в 3 пойти сначала если сейчас конь авторица dcd е.д а е5 на е4 сид и диагноз то может пока и спешки я сейчас останусь просто без спешки да как я зернула ну ладно что делать то и зерно на ровном месте может быть у меня какая-то активность сейчас появится хотя бы взамен а пошла не знаю может быть у меня хоть какой то есть перевес развитие за счет этого у меня будет компенсация вполне возможно кстати да пока скажу есть слон h7 скрытый еще развиться не так просто поэтому компенсация за пешку у меня есть несомненно дальше на е6 я думаю на c6 может пойдет так 4 слон е3 как мне развиться как мне развиться и как не дать развиться ей вопрос там не слона вывести так время 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 так сразу не ничего в голову не приходит давайте так что ли ой не знаю не знаю просто пешки нет а как мне тут замутить воду не пойму пока уже 4 пошла так солнце солнце 4 хочу наверно ладно время вроде сравнивается это хорошо хорошо менялись с темпом взяла на е7 да на может он е4 пока или шах дать сразу а и и и и и н и 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 да да выходит бф-3 поставил пока так и все нипочем им потратил но не переживает даже как я вижу а такой ход какой дурацкий а пока но на меняем водя до 8 до будет и просто все-таки пешки то нет так пешки как него так и нет ничего не изменилось пока что лучше сторону ничего не изменилось пошло она вернулась странный ход я сделал сейчас можно ну а а а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Так, 106 зрителей, всем приветик большой. Так, Виктор, отвечу на ваш вопрос. Как можно себя успокоить от сильного расстройства, если близ хуже всего дается очень обидно, что не получается? Обидно, конечно, но как? Просто тренироваться надо и все. Не переживать очень сильно. Блиц это блиц, понимаете? Тут как сложится. Один день хорошо, другой день плохо. Такого огромного значения придавать и все время расстраиваться не нужно все-таки. Стараться нужно, играть просто больше, тактику решать и потихонечку, помаленечку прогрессировать. Главное, очень сильно не нервничать, не психовать. Отлично! Победа, победа. Это радует. С кем? Кто с кем тут? О! Давайте МВУ посмотрим, с кем играет. Джокер 64. Не знаю, кто это Джокер. Так, подождите. Ваши это белыми, да? Ну и черные за победку тут поборются как следует. Хотя непросто это, конечно, сделать тут. Непросто. Турнир онлайн посмотреть. Турнир на Чизкоме. Зайдите в турнир и там title plus day. Вот и там увидите. Так, а у меня уже партия началась. Подождите, какой бы тянет играет? Еще один шестисотник. Ну, я имею в виду классический рейтинг его. 600 где-то. Сильный шахматист очень. Друзья мне предлагают. Давайте принимаем друзья Тиграна. Шахматист сильный, интересный. Так что будем дружить. Но дружить будем после этой партии только. Что у нас тут будет? Английская получилась, да? Получилось английское. Прикольно. Давайте такую схемку. Пойдем так. Четыре будет потом проводить. Может быть, конь до четыре сразу поставить? Попробую. Попробуем. Что здесь делать? Ну, у него планы в четыре. Это понятно. Ну, давайте так. Я в четыре. Ой, не знаю. Даже я в четыре, в пять где-то там есть. Планчик. Все так однозначно. Так, а может мне слона отдать, не коня? Давайте-ка я слона отдам так. Коняшка не хуже будет, наверное, чем он. Переду его куда-нибудь на цепь, может быть. Может быть, на е5. Ой, не знаю. Еще и в пять есть идея. Сейчас по этой линии, конечно, начнет меня. Да, и в пять я шесть ослаблю. Ну, давайте сюда пошла. По этой линии он будет меня очень порисовать. Очень сильно. Может, так успею? Сомневаюсь. Сомневаюсь, я что-то так успею. Ой, б6 не хочется ходить на ц6 дам поле. А что же делать-то, ладьешь, что ли, вернуться? Позиционно, конечно, непростая, очень-очень непростая позиция сейчас. Понять все. Может быть, цепь 5 есть ход, кстати? Пока не поздно. Ну-ка, пока не поздно. Ну, так вот. Темпом возьму. На 7 и на... И на... Д6, да? Да. Припилась? Припилась? О, я ждеваю. Ужас, я фигуру одеваю. Скипалки, а? Терзь д7 поставила и коня-то поле забрала. Что же делать-то? Так, ну, может, попробуй что-нибудь закинуть куда-нибудь? Да, ну, это я зевнул, конечно, ужасно. Давайте какой-нибудь перевод, может быть. Хотя, какой перевод, да? Я так думала, ну, так, слон. Как мне тут... А, еще на h2 он хочет. Ой-ой-ой. Эх. Была-не-была, да? Ничего не сделаешь. Да, что же я так проморгал-то своего коня? Неуклюже поставила. Конечно, он его бы... Отогнал бы и на c6, возможно, съел. Но я могла ферзем на b7 пойти, чтобы поле d7 оставить коню и c6 защищать при этом. Позиционно, конечно, непростую получил. Я не знаю, что я не так сделала. Коня, может, на d4, не надо было все-таки так ставить. Ладно. Какой-нибудь, может, контр-игру. Как только, вот, не знаю. Ты не придумаешь, ну, сюда пойду. Просто уж побороться надо уж до конца. Аж 4, ладья аж 2, да? Никак даже не могу там. Может, сюда психатака? Психатака не прокатит, боюсь. Давайте, психатака. Уже терять нечего. Проиграем, проиграем. От этого уже не зависит. Идея в том... А, не берет. Вот так он правильно сделал. Понял. Понял всю мою психатаку. Ну так, пока еще. Может, что-то все-таки скрою. Все, на, пока. Более-менее, более-менее. Кстати, о птичках-то. А чем он хочет брать-то? Сейчас я d3 с темпом выхожу. А на слон е4, е5. Интересно. Очень интересный пошла игра. Шаг дать. И солнце-то гидать сюда. Так, ну я еще в игре. Недолго, да? Шаг, что там? Недолго я в игре. К сожалению. Но, по крайней мере, я активизировалась хоть как-то. Может, куда-нибудь залезу, не знаю куда. Куда? Куда-нибудь туда. Куда мне еще лезть? Такой ход, да? Эх, все-таки разменял. Да, ну ладно, тут бесполезно. Земную фигуру потом показалось даже какой-то малюсенький шантик. Сейчас давайте быстро гляну. Так было. Оценка. А, видно доску? Видно? Отлично. Так, а мне надо варианты. Ну, вот эта позиция, кстати, нормальная, равная пишет. Да, ладья Б6 не лучший ход. Можно было бы Ц5 сразу, кстати, поставить, чтобы Ц6-то поле. Зачем ладью защищать? Не знаю. Да, ну это зевок просто. Ферзь Б7 можно было, Конь Д7 убрать. Да, вообще надо было Ц5 сразу ставить. Зачем я так не поставила? Тут надежнее всего пешка защищена. Да, ну здесь... Сейчас посмотрим, там в конце шанс-то хоть малейший был какой-то. Нет, да, тут он все... Все... Защищает. Ну ладно, не надо было зевать. Сама виновата. Смотрим дальше, кто тут. Убирает. Увидит от 4,4, да? Тут... О, Александр Зубов тоже 4 очка. Александр молодец. Сильно играет очень. Так, тут опять у меня съехал куда-то. Ну, вроде бы видно фамилии, ники. Посмотрю чат. Время, время. Да, ну не только время, но и позиция. Не надо было зевать фигуру. Надо было Ц5 выставлять. Спасибо Артему за пожелание. День единства и... Красавицы день. Так, ладненько. Кто играет? Давайте Дубова посмотрим. С Амином Таба... Батабей. Молодой иранский шахматист. Что тут у них? Брать нельзя, да? Ну, вот сейчас съестся равно. Ничья будет. Ой, как успел. У него время-то вообще нет. Ну, да, съест он все-таки тут пешку. Хотя сейчас смотрите, король подошел, а? Дубов вообще молодец. Дубов вообще молодец. И все, да? Ну, нет, наш 5 пока бить нельзя. Так, а тут уже как выигрывать-то? Король уже пришел. Как-то... Как-то у Таба Табей прошел король на Ф7. Должна ничья быть, по идее. Кто-то там пропал. Не поняла, кто? Ну, кто-то пропал, пишут. Хикару имеется в виду, что ли? Я не знаю. Я не поняла, кто пропал. Да, ну, тут уже ничья получится. Ну, слоном стой. Ой, просрочил время все-таки, а? Ну, слоном, слоном надо было ходить, и ничего страшного-то не случилось бы. А, там напал на слона и мат, да? Ну, тогда королем можно было, наверное, ходить. Король Е8 пока там. Ну, да, вроде бы король. Ой, король Е8 можно было пойти. Ой, как-то так вот получилось. Так, кто еще? Это кто? Инкогнито Найт. Кто-то, не знаю, не поняла. Кто еще-то есть у нас? Из топов. Опять закончилось. Да, тут-то как бы отображается, но не... А, ну вот одна партия только этой. Не знаю, кто это. Партия последняя и начнется... У нас... Так, насчет стрима с Гельманом. Ну, на самом деле, я потом пересмотрела видео. Там мне все писали, Александр согласен, Александр согласен. Я специально пересмотрела видео, что он говорит насчет нашего матча. Я, как поняла, он не особо-то заинтересован. Вот. То есть мне подписчики заранее написали, что он согласен, но по видео я поняла, что он не особо ему это интересно, поэтому я не писала даже. Вот. Так бы, рада была сыграть с ним матч. Если бы и нет. Так, еще то, что мне пишут. Что вы любите делать в свободное время? Спрашивают у меня на Твиче. Три лав. Такой длинный вопрос. Спортом люблю заниматься, путешествовать, книги читать, музыку слушать. Такие у меня стандартные достаточно хобби. Вот. Вообще люблю как-то активно время проводить, погулять. Что-то новое увидеть. Вот. Так. Стараюсь и свой досуг проводить. Вот. Ну что? Сейчас начнется, да, уже? Ой, давайте эту закрою. Эту закрою. Главное не девать фигуры. Быть более внимательной. Следующей партии. Пытаюсь. Хамон. Хамон кушаю периодически, да. Вот. Сейчас там в магазин особо так не походишь. Загорать на пляже. Да, на пляже я люблю загорать. Это точно. Люблю проводить время где-нибудь на пляже. Это паться. Терфинг какой-нибудь. Водные лыжи вот. Осваивала. Водные лыжи люблю. Ну что-то такое вот активное и... Спортивное. На озеро люблю куда им съездить. На Волгу. На Волгу у нас близко Волга с Казани. Ну что? Почему не начинаем? Четыре тура прошло. А, может быть, какой-то маленький перерывчик или что это значит? Александр Зубов. Четыре четырех. Молодец, Александр. Пожелаем ему удачи. Он, наверное, и стримит сейчас так же. Желаем ему удачи. Не вижу пока ничего. Исходит. А, пять минут брейк. Понятно, понятно. Перерыв после четвертого тура. Пять минут. Ой. Маску надел ласты, да? Я покажу тебе эту сказку. Да. Ой, у меня что-то это. Интернет. А что у меня? Почему у меня соединение потеряно? Ой, сейчас мне ноль еще поставят. Дайте я посмотрю, как это работает. А, интернет работает. Чизком подвис. Так, чизком почему-то подвис. Что мне сделать? Перезагрузить? Что с ним? Почему я не вижу вообще? Вторник. Что мне делать? Куда делать-то все? Объясните мне, пожалуйста. Куда мне нажимать? Где титульный вторник? Я не поняла вообще. Куда мне заходить-то? Так, если кто-то может, скиньте, пожалуйста, срочно ссылку на титульный вторник. Я что-то ничего не поняла. Что перезагрузилась и турнир исчез просто. И что мне делать? Куда мне нажимать? У всех плохо со связью. Так, а куда мне нажимать-то? Я из турнира вышла. То есть у меня... Я после перезагрузки страницы, у меня турнира пропала просто. Куда мне нажимать-то? Я что-то ничего не понимаю уже. А, просто ошибка, что ли? Что ж такое? Не дают играть шахматы. Вообще ничего не работает. Телок и палки. Сейчас, похоже, просто будет минус, да? Похоже, просто все разъединилось. Турнир пропал. Так, а я не могу на ческом даже зайти. А, вот. Пожалуйста, подождите. А происходит... Подключение происходит дольше, чем обычно. И что делать, уважаемые зрители? Посадить, какие скачать программы? App Store. Ну, у меня на андроиде... App Store-то, не знаю. То же самое есть на андроиде, я думаю. Упех выбило. А, не только у меня. Не только у меня тут мне написали, да. Что не только у меня. Ладненько. Значит, не все так плохо. Значит, что-то произойдет скоро, надеюсь. Хорошие. А, перезапустить. А, то есть все обнулят и давайте заново, да? Так что ли? Прикольно, прикольно. Тогда, может, следующий турнир уже сыграем в 23? 23 или когда? Не знаю. Что за ерунда такая? Да, паниковать наше время не нужно уже. Почему мы только уже тут... К чему только уже не привыкаем, да? Ну вот. Жалко, жалко. Так интересно все тут было. Кто-то, наверное, уже даже испугался от моих водок. Возгласов после первой партии. И кто-нибудь даже выше, возможно, в шоке, да? Ждать зависло у всех. Окей, ждем, ждем-с. Ждем-с и верим. Но если что, сыграем новый турнир или сыграем в 23? Почему бы и нет? Так, и что? Так, я с кем-то играю. Но соперник уже минута прошла, да? Ну, полная ерунда, вы сами видите. Вот соперник сразу не может зайти, видимо, минус минуту. Теперь у меня соединение потеряно, пытаемся восстановить. То есть сейчас у него минус минута, а у Карины сразу минус 2. То есть у него минус 2, а у меня сейчас минус 3 сразу. Чтобы уравнять, да, шансики? Прикольно будет. Зубов-то, конечно. Зубов 4 из 4. Так, спрашивают, Карина, на кориде бывало? Нет, на кориде не бывало. Я, если честно, даже не хочется. Жалко мне животных. Не знаю, не хочется на такое зрелище особо смотреть. Ну все, сейчас у меня просто истечет время, я чувствую. Тут я просто мигаю сейчас. Я просто мигаю. И мое время сейчас закончится. Может еще раз обновить нажать? Вы как думаете? Ну правда, а что это? Жми, не жми. Соединение потеряно, пытаюсь восстановить. Видимо, у моего соперника восстановилось соединение, а у меня оно окончательно. Или ему? Или может быть ноль? Кому из нас будет ноль? По идее, если у него не восстановится, то ноль будет ему, потому что он должен начинать, да? Сейчас русская рулетка. Смотрим, кто получит победу. Как там с карантином? Ну с карантином как? Все так же до 26 апреля. Не выходим, сидим дома. Получается, с 13 марта уже сидим и еще сидеть и сидеть. Привыкли даже как-то уже. Когда первую неделю было очень тяжело как-то психологически, а сейчас уже привычка, все, дома сидим и нормально. Конечно, не очень нормально так-то в глобальном смысле, но что сделаешь? Так, скачать. А, в App Store. Sorry. Sorry, Юрий. Отвечаю. Какие программы? Ну, какие программы? Я вот пользуюсь. Ну, Chess.com, понятно, или Chess. Потом Chess24, чтобы смотреть всякие партии. Потом Follow Chess, чтобы смотреть тоже партии разных супер-турниров и других. Потом Chess PGN, я пользуюсь программой. Программа для того, чтобы открывать базы и смотреть на телефоне какие-то базы шахматные. Потом Chess IFI, это для того, чтобы вот на доске позиция стоит, диаграмма, и вы так подносите, и она у вас автоматически с помощью камеры заносится в телефон. Сразу диаграмму или с реальной доски вы можете так позицию получить в свой телефон, не записывая. Потом Analyze Viz, это программа для анализа. Там Stockfish у меня. Ну, иногда партии свои анализирую, когда дороги на телефоне. Так, что еще-то шахматные? Ну, все, по-моему, да, больше никакими шахматными я не пользуюсь. А, еще есть программа Droidfish. Ну, тоже Stockfish, по-моему, там 9-й Stockfish на телефоне для анализа. Вот, перечислила всем, чем я пользуюсь. Турнир не продолжится. Вы не переживайте. Не знаю, я такая, я ведь переживаю. Я очень вошла в азарт, и мне хочется безумно играть в шахматы. Я ведь переживаю. У всех упал стрим. Да, печально-печально. Юзеров много. Вообще сейчас, что делать-то? Все в интернете сидят. На ютубе опубликовать эти программы фотографии? Ну, кто там у меня спрашивал? Юрий, да, у меня спрашивал? Юрий, напишите мне в личку ВКонтакте, я вам скину. Скину скриншоты. Так это не коронавирус, мы уже поняли, это Карина вирус. Александр уже дал название этому вирусу, так что. Вот прямо сейчас на этом ютуб-канале Карина вирус в прямом эфире. Ну, эх, у всех висит. Ладно, ну что, сейчас посмотрим, заново турнир, или что мы будем, или следующий турнир, 23 часа. Я-то тогда в следующем точно сыграю, раз в этом ничего не получается доигрывать. Я с удовольствием. Рада видеть сегодня вас, 85 зрителей, это круто. Кто не поставил лайк, обязательно ставьте. Пальчик вверх. Нажимаем, и до 100 лайков доводим. Будет супер. Вон мне кто-то диз поставил, да? Как говорю, ставим лайки, сразу минус пальчик вниз. Вот так вот. Вот так вот. Ну, ладно. Не хотите ставить, не ставьте, да? Что я могу сказать-то? Чизком у всех завис, да. Висни чизком, без шансов, без каких-либо. Да, хорошо, Александр идет, 4 из 4, ему обиднее всего, конечно. 4 тур успели, 2 из 4 у меня. 4 из 4 очень много людей, там и Пархам, и Александр Зубов ходит. Ну, там много, да, у кого было 4 очка. Мы даже не успели запечатлеть этот момент, точно. Да, ну, если, кстати, такой вопрос, хотите ли вы, хотите ли вы, чтобы я публиковала, допустим, видео по использованию шахматных программ? Допустим, как их использовать в подготовке, какими программами пользоваться, как находить партии и так далее. Ну, просто такое вот общее видео, как профессионалы готовятся к партии, как они пользуются программами. Общее такое, так скажем, общее видео. Какие призы в этом турнире? Ну, первый приз 500 долларов. Общий. А женских призов нет. 15 апреля все, приходите. 15 апреля супер турнир будет. Абу-Даби, Мастерс, будем играть на Чизкоме. Там будет женский приз, там будет очень крутая борьба, я чувствую. Очень много топ-шахматистов будет. Рещук, Накамура, Каруана, все уже подтвердили. Максим Вашьелограф будет. А, ну, среди женщин, я думаю, тоже много топ-шахматистов будет, поэтому интересно. Да, все стримят, я смотрю, Гата, все стримят, и Хикару. Ну, а что стримить, если турнир не идет, да? К сожалению, непонятно, что стримить. Хотим, видео пишут. Ну, хорошо, хорошо, тогда подумаю, как все это оформить. Я подумаю. Ой, что же, что же делать? Тогда помните, на стримерской лиге наличие все зависло, но там турнир даже и не начался. А тут все-таки четыре тура прошло. А, ну вот, кстати, может быть, мне в чат написать пока эти программы? Как вы думаете? Давайте я, может быть, в чат напишу пока эти программы, да, и вам будет полезно, и вы быстрее их найдете, скачаете. Ну, это, опять же, только те программы, которые я пользуюсь. Может быть, их гораздо больше, и там выбор-то большой. Так, сейчас я напишу в чат название. Одна минута. Так. Так, сейчас. И тут еще у меня программа. Мне кажется, они есть и в этом, ну, на ios тоже, не только на андроиде поищите. Часпгн, кстати, классная программа, я вот даже купила, потому что удобно базы смотреть. А, еще таблица налимого сейчас, таблица налимого. Налимого, чтобы иншпиле анализировать, знать точную оценку. Сейчас. Так. Какая еще у меня программа? А, еще по чес я иногда смотрю партии. Фолл чес обязательно, чтобы партии тоже смотреть. По-моему, все, да? Кстати, уважаемые зрители, кто играет в борьбу умов, кидайте мне вызов. Я на карантине все время играю сейчас в борьбу умов, и у меня мало соперников. Ну как, у меня есть соперники, но они случайные. А я хочу с кем-нибудь родиться в борьбу умов. Так что всем буду рада. У кого есть борьба умов, кидайте мне вызов, пожалуйста. Так. Я вам скину название. Можете посмотреть. Оно скинулось. Да, скинулось. В борьбе умов мой ник. Сейчас скажу. Какой? Какой у меня никто в борьбе умов? Сейчас, одну минуту, посмотрю я. Чтобы они не скинули вызов потом, когда захотите сразиться. Так, в борьбе умов у меня вот такой ник. Львов на один. Скидывайте обязательно. Сразимся. Так, у меня тут спрашивают, что такое борьба умов. Борьба умов программа такая, можно сыграть в этом. Тоже в App Store. В App Store или в Android. На Android, то есть Play Market. Ну, типа квиза с вариантами ответов. Вот, приложение борьба умов. Ник я свой скинула. Львов на один. Так что обязательно скачивайте. Кстати, я сейчас Оля, Оля сразу скину. Сейчас я скину Оля. У меня уже первая соперница наметилась по борьбе умов. Отлично. Так, как мне поделиться им? Приложением. А, пригласить друга. Сейчас. Пригласить друга. Все, пригласила друга. И всех вас тоже приглашаю. Кидайте вызовы. Будем играть. Игры стримить? Не знаю, а в какие игры? Какие игры мне стримить, если я, в принципе, только в шахматы играю в интернете? Ну, я еще немножко в покер играю, но... Это такое... Такое занятие. У меня не постоянно, и я играю так себе. Так, развлекаюсь периодически. Поэтому не знаю даже, какие игры я могу постримить, кроме шахмата. В компьютерные игры больше не играю. На самом деле, просто слишком много за компом сижу все равно. И если еще и в компьютер играть, другую игру очень тяжело уже в какой-то момент. Совсем. Это. Так, о, меня уже вызовут, мне написали. Имя 777. Сразимся. Отлично. Обязательно скидывайте. Вызов. Сыграем. Героев меча и магии поиграем. Не знаю, что за такая игра. Стратегия, что ли, какая-то? Ой, я помню, я в детстве только играла в игры. Мы все время играли в FIFA, в NBA и в NHL. У нас все игры были спортивные. Мы с братом все время играли. А, еще и в эту мы играли. В этот. Что назывался? Counter-Strike, это понятно. Еще. Как же он там назывался-то? Ну, на приставке это понятно, на Dendy во все игры играли. Уток, Mortal Kombat, в этот, в Марио. А на компьютере уже я не помню, что там сделали. Да, Олег, поняла, сделаю видео, обзор шахматных программ и приложений, какие использую, сделаю для вас такой обзор. Спасибо, Юрий, я вас тоже рада видеть. Кстати, вот сейчас очень-очень мне нравится. Я стала играть в настольные игры разные. Благо, компания у меня хорошая, по настольным играм активная. И очень мне сейчас нравится на квиз ходить тоже. Периодически, если удается, на квиз я всегда с удовольствием хожу. Очень много лик по квизу проводится во всех городах и в Москве, и в Питере, и в Казани. Да, в GTA тоже играли, конечно же. В GTA тоже играли. Танчики. Ну, танчики, да, это, танчики, это наше все было. Забавно вспоминать, конечно. А потом я помню, что где-то... Сколько мне лет-то было? Наверное, лет 12-13 мне было. Ну, 13 скорее. Да, появился компьютер, и мы еще... Такой сайт был берег.ру. Кто вот давно в интернет шахматы играет, наверное, помнит. Вообще, это самый первый сайт был, где были шахматы. И там были гроссмейстеры тоже очень много. И мы все время на берег.ру играли. Я там помню, я могла играть вообще день... Сутки напролет в этот иблиц. Потом на планете, конечно же, играла тоже в шахматы. Там был командный кубок какой-то. И надо было что-то... Много очков набирать. И, по-моему, 4 турнира в день проводилось. И я во всех 4-х, помню, участвовала. Один из турниров проводился в 4 утра. Я всегда вставала ради того, чтобы сыграть в Блиц в этом турнире. Да, это достаточно забавно. Сейчас, конечно, такого представить я себе не могу. Чтобы я встала в 4 часа, чтобы играть в интернете. Ай, да, хорошие были времена. Борьба умов. Борьба умов. Найдите в этом... В App Store есть и Play Market. Юрий спрашивает. А почему так мало лайков? Хороший вопрос, Юрий. Я не знаю. Это вопрос к нашей аудитории, уважаемой. Почему так мало лайков? Обязательно ставим. Рэнзю. Не знаю, что это такое, Рэнзю. Расскажите, что за игра? Турнира, похоже, сегодня не будет. Я имею ввиду этого. Но будет следующий турнир, который в 23, судя по всему. Ждем, ждем пока что. Пока жду. Большая библиотека. Вообще у меня дома очень большая библиотека. Мой папа собирал много шахматных книг. Я изучала. Сам он тоже любил их изучать. И, соответственно, библиотека большая. Да. Ну, сейчас я стараюсь какие-то современные книги, самые топовые, покупать. Читать их. Борьба умов бесплатный. Бесплатная программа. Ну, там, если хотите рекламу отключить, тогда надо заплатить. А так она бесплатная. Такой значок там синенький, эмблема и кью. Вот. Так. Так, ну, я очень еще люблю эрудит. Вот, еще эрудит из настольных игр. Прям очень, очень нравится. Из настольных сейчас даже перечислил. Иммагинариум. Играем. Эрудит играем. Что мы еще играем там? Так, подождите, название забыла. Экивоки. Ну, самые такие топовые игры. Настольные. Вот. Задачки порешаем? Не знаю. Как мы задачки порешаем? Я не могу зайти на сайт. У меня все время внизу сообщение. Подождите. Ждите, подключение происходит. Вот такая у меня надпись. То есть я не на сайте. О, вижу, мне уже вызова набросали в борьбе умов. Ну, давайте после стрима сразимся. Ну, можем прямо сейчас, да? В принципе. Другим просто неинтересно. Они же не видят наши вопросы. Поэтому. Если с компьютера была бы версия, я бы сделала стрим. Вот. Спрашивает Карина, как тут самоизоляцию проводите? Ну, как? Спортом занимаюсь, физкультурой, читаю. Шахматами занимаюсь. Уроки провожу. Язык учу испанский. Вот. Немножко ленюсь тоже. Вот. Все, все понемножку. Так, подождите. Я тут скинул список программ. Давайте еще раз, может, скопирую. Может быть, вы пропустили, Олег? Я тут сообщением скинула. Я не знаю, просто как мне мое сообщение выделить. А, вот оно. Сейчас еще раз я его копирую. Список шахматных программ. А, ну вот. Спасибо большое, Александр. Он скопировал. Так, мне уже тут накидали в борьбу. Я чувствую, после стрима мы с вами в борьбу умов прямо, прямо мы зарубимся, как говорится. Я с удовольствием. Сеанс налечить. Ой, Владимир, в прошлый раз тоже так у нас было. Сеанс налечить. И, казалось бы, все быстро. А в итоге мы поняли, что это сеанс налечить. И это у нас нужен отдельный стрим под такое событие. А, но следующий титулованный вторник, он же сегодня будет. Вот. Он же сегодня будет. Так что мы сегодня обязательно еще сыграем. В 23 часа. То есть он-то не отменился, я так понимаю. Сейчас еще раз нажму. Вот я куда-то зашла. И чего дальше? Зашла играть. Онлайн шахматы. Турниры. А. Вот смотрите, типа я одну партию выиграла. Ну вот этот соперник не пришел. А что теперь? А. Смотрите, может мы сейчас начнем? Ну нет, куда мы начнем? Сейчас опять зависла и опять я выиграю без игры, что ли? Что это значит? Смотрите, какая ситуация получается. Ой. Да, не получается. Да. Да, давайте, пожалуйста, посмотрите, как у других и напишите мне, если сможете. Ну видите, зависла опять. Зависла и сейчас без игры кому-то из нас будет плюс. Наверное, опять мне, потому что я черными. Хорошо. Сейчас ждем. Смотрим, какая информация. И если что, значит сегодня вторая попытка сыграть полностью турнир. В этой партии один скальп трехтысячника я сняла, да? В первом туре выиграла на Родицкого. Может быть сделаю обзор. Хотя партия была... У меня было похуже всю партию, но я очень хорошо держалась. И в какой-то момент контратака сработала за счет проходной пешки. Поэтому, может быть, я сделаю обзор на эту партию. Вот. Часком глючит. Да, у всех не работает. Сегодня еще в 21.30. А почему в 21.30-то? В 23 же по Москве. 23 вроде бы. Что за Рэнзюта? Я никак не пойму. Что за игра? Какие правила? В чем суть? А, все, извиняюсь, вижу. Рэнзют японские шахматы. Типа Го. А, интересно. Ну, это серьезная игра. Такие серьезные игры надо долго осваивать. Спасибо, Владислав. Но, к сожалению, ничего не происходит. Турнир, видимо, отменяется. Да? И будет следующий. В будущем. Так. Мне тут поскидывали много вызовов. Борьбу умов. А я пригласила присоединиться к игре Ольгу. А она почему-то еще... А, все, Ольга тоже меня вызовала. Отлично. Оля. Я скоро приму твой вызов. Жди. Будет чем нам заняться на карантине. Будем играть в борьбу умов. Оля, сразимся мы. Ждем-с, ждем-с. Непонятно чего, да? Ладно. Чуть-чуть еще ждем. Узнаем про следующий турнир. Во сколько он сегодня будет. И... Снова регистрируемся. А что еще можно придумать-то? Не знаю. Что еще делать как бы? Как можно? Так, Олег, вы увидели список программ? Ну ладно, я вам сейчас в личку скину. В личку вам ВКонтакте написал список программ. Искать в Play Market или... Play Market это для Android. Там искать. или App Store для айфонов. App Store для айфон. Так, ну что, я еще одну партию выиграла? Молодец, Карина, да? Сегодня выигрывает партии, не сделав ни одного хода. Красотка. Шрёдер Чес, да. Ну, Шрёдер Чес то же самое, что как... Что, в принципе... Что, в принципе, и Дроид Фиш тоже, да, для анализа программа. Шрёдер Чес я пользуюсь на айпаде, потому что для... Для iOS-а, по-моему, Дроид Фиша нет. Вот. Там другие программы. Сейчас я просто не могу посмотреть, у меня нет айпада, чтобы посмотреть, какие программы для iOS. Нет, до 23-х я не буду, конечно, стремить, потому что какой смысл, если турнира нет? Пойду я немножко тогда сделаю отдохнув, подожду информации и тогда вернусь. Так вот. Ну, пока я еще с вами, потому что мало ли, сейчас начнется сразу турнир. Кто знает-то? Пока никто не знает. Такими темпами турнир выиграете. Да, сейчас... Если черные выпадут, то выиграю, а если белые, то нет. То проиграю, судя по всему. Все мигает. Все мигает. Все мигает. Так, сейчас... Ой, ну что же делать? Что же делать нам с вами? Висит чекском. Ладно, ладно. Я просто не знаю даже. Нам делать, чего мы ждем, я тоже не знаю. Чего-то мы ждем. Может быть, раунд тогда? Давайте, ладно, принимаю. Играю первый раунд с Олей. Ольга Гирей, первый раунд борьбы умов. Раз. Так. Сейчас я вам расскажу, какой у нас результат. Так, подождите. Ой, неправильно, но... Не могу ответа говорить. Не, неправильно. Так, ладно. Оля, твой ход. Входи. Сейчас мы выбрали... Я выбрала категорию изба читальня. И у нас вопросы на... На тему литературы. Пока. От Ольги. Ждем ее хода. И потом я озвучу вам вопросы, какие у нас были. Сейчас она ответит. Подождите, а мы сейчас играем, или... О, смотрите, сейчас я опять черными. Я сейчас выиграю. Молодец, Карина, вообще, да? Сейчас выиграет Карина. Опять черными. У меня уже 4 из 6. И сейчас будет 5 из 7. Смотрите. Ловкость рук и никакого мошенничества. Карина Чес вырывается на первое место постепенно. Ой, не могу. Еще при этом играет в борьбу умов. Вот это уровень. Вот это я понимаю. Такого вы еще на стримах ни у кого не видели. Карина Чес вырывается в топ-5, не сделав ни одного хода. Смотрите, как легко это все происходит. Ждем хода Ольги. Ждем хода Ольги. Соединение потеряно. Пытаемся восстановить. Ну, смотри, сейчас у меня будет 5 из 7. Потом 6 из 8. И 7 из 9. В принципе, этого для первого места, наверное, будет достаточно, я думаю. Наверное, я поделю первое место, мне кажется, с этим результатом. Да, ну сейчас вообще будет смешно. Так, Ольга пошла. Ольга ответила 2 правильно. Красотка, что сказать. Следующий раунд. Пока счет 2-1 в пользу Ольги. Мы... А, Оля, смотрите, кулинарную тему выбрала. Хлеб да соль. Ну, давайте. Сейчас на кулинарные вопросы пытаемся отыграться. На кулинарных. Так. А, подождите, Ольга уже ответила. Поэтому могу вам зачитывать вопросы. Чем является десерт Панакота? Вареный сыр, вареные сливки, вареное мороженое, вареная клубника. Наверное, Панакота, вареный сыр. Нет, сливки. Неправильно. Какая компания выпускает треугольный шоколад? Таблерон. Ферреро, уни, Левер, Монделес, Интернешнл, Нестле. По-моему, Ферреро. Нет, тоже неправильно. Смотрите. Таблерон выпускает Монделес, Интернешнл. Так, Ольга все знает. Что такое Роско-де-Рейес? Соус, название храма, название города, сладкий хлеб. Роско-де-Рейес. Может, соус или хлеб? Нет, сладкий хлеб я выбрала соус. Так, подождите, с кулинарной темой у меня проблема. Три минуса. И Ольга вырвалась вперед. 4-1. Поехали дальше. Так, сейчас я вопросы не смогу зачитывать, потому что Ольга будет знать все вопросы и мои ответы. Поэтому я... А хотя, зачем? Я же не буду говорить, как я отвечаю. Так что я просто читаю вопросы, но не говорю, что я ответила. Выбирай тему «История сквозь века». Поехали. В Камбодже была переименована после коммунистической революции в 75-м году. Как ее называли вплоть до 79-го года? Красная Кмера, Демократическая Кампучия, страна Пола-Пота, Северная Камбоджа. Так, ладно, ответ свой не говорю. Решением какого римского папы был организован первый крестовый поход? Урбан 2, Иоанн 20, Сильвестр 1, Бенедикт 7. Так, первый крестовый поход. Так, дальше поехали. В каком году расстреляли Николая Второго и его семью? 1920, 1917, 1937, 1918. Так, все. Ход Ольги. Оля, отвечай, я жду. Если кто-то знает ответы, пишите в чат. Кампучия, да, пишут? Так, подождите, стоп. Сейчас говорю, не буду. Сейчас Оля ответит. Оля пока впереди. Оля впереди. Так, Арина, чест по-прежнему должна сейчас выигрывать, я чувствую. Ничего опять не происходит, опять. Да, ну на этот вопрос я правильно ответила. Тоже ответ вы написали. Сейчас посмотрим, как Ольга ответит на эти вопросы. Ее ход. Оля. Оля. Пока нам с большим отрывом впереди, Оля почти правильно все ответила на темик хлеб да соль, а у меня было три ошибки на хлеб да соль. Ждем-с. Ждем-с. Так, друзья, добавлю сразу Ольгу, чтобы не потерять и вызывать на игру. Ну да, с честкомом пока бесполезно все, но зато с борьбой умов очень даже все интересно. Сейчас посмотрим, как она ответит. Так, ответила Ольга. Так, Ольга тоже ответила правильно про расстрел Николая Второго. А первый вопрос, да, там правильный ответ был Демократическая Кампучча. А на втором вопросе было Урбан Второй. Римский папа, при котором был организован первый крестовый поход. Так, в мире кино. В мире кино это серьезная тема. Нельзя сказать, что так много кино смотрю, поэтому будет непросто. Ладно, жмемся. Фильм Марлона Хуциева. Весна, застава Ильича, мне 18 лет, в 19 лет. Кто им знает, пишите быстрее. Время истекает. Срочно пишите. Ах, мимо. Чем покачивали мушкетеры в песне из кинофильма Д'Артаньян при мушкетера? Переиме на шляпе, да? Правильно. Какой по счету фильм о Джейнсе Бонде, агент 007, координаты Skyfall? Так, Skyfall, наверное, пятый, да? 23-й? Ничего себе. Ольга тоже пятая ответила. Пока у нас в этом раунде 1-1 счет. Сейчас я посмотрю. Ответ. Подождите. В мире кино. Застава Ильича, кажется, фильм Марлена Хуциева. Застава Ильича. Оказывается, 23-й фильм о Джейнсе Бонде. Это Skyfall. Не знала. Ладно, мой ход. Нужно догонять. Если сейчас будет о спорте, это мой шанс. Но нет. Значит, такие темы. Технический прогресс, 21-й век или сериалы. Выбираю 21-й век. Вопросы буду зачитывать. Смотрим. Когда началась так называемая Арабская весна? В 2003 году, 10-м, 12-м, 2009. Арабская весна. Так, дальше. Где 21 февраля 2012 года Пасси Риут устроили панк-молебен? Красная площадь, Московский метро, Храм Христа Спасителя, Химкинский лес. Ну, это, наверное, знают все. Что было на пасхальном кролике, стоявшем на балконе вместе с Дональдом Трампом в 2017 году? Автомат, очки, цилиндр, кепка. Ёлки-палки, что было на кролике-то? Ах, мимо. Ошибусь. Ошибусь. Ладно, Ольгин ход. Ольгин ход. Ольгин ход. О-о-о-о, ничего себе, смотрите, письмо пришло. Ольга мне написала, и как раз информация. Пишут, что турнир теперь будет... Так, 1 п.м. 1 п.м. Pacific Time, да? То есть все, этот турнир отменили, и будет следующий турнир, но призовой фонд в нем весь будет разыгран. Так, сейчас, подождите, 1 п.м. Pacific Time. Это у нас какое время получится? Pacific Time. Да, 23.00, значит, этот турнир отменили. Следующий турнир в 23.00 по московскому времени. И в нем будет разыграны все призы. Вот, собственно, так. Ну, хорошо тогда, что мы делаем? Мы прощаемся, я думаю, до 23.00 по московскому времени, и начнем новый титульный вторник. Вот так. Ну, а пока я поиграю с вами обязательно в борьбу умов. Кто зарегистрировался, кидайте вызовы, сейчас поиграем. Как раз время есть до следующего турнира. И увидимся 23.00 по московскому времени. Всех буду ждать. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok